МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну подождите, ну подождите, что здесь... Ничего не... Стол взяли, Саша, мы этот стол третий раз переставали. Не подождите, а вот поставили здесь и все. Это нормальное место. Почему тебе? Там шумят, там футбол играют, там какие-то, не знаю, люди. А здесь... Хорошо, сели, все. Тебе вообще не нравится нигде? Мне здесь нравится. Там тебе люди мешают, там тебе моржутки тесно. Сел быстро, мне здесь нравится. Здесь тихо, хорошо, отдых, лето. АПЛОДИСМЕНТЫ На самом деле, если честно, садись. Мне здесь нравится. Вот послушайте тишину. Вода, птички поют. Хорошо. Посмотри, какой вид. Посмотри, какие тополя колосятся. Я нашел это место. Саша, что тебе сказать? Для тебя его нашел Юрий Долгорун. Нет. Саша, молодец. Я бы даже сказал, браво, Александр, браво! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Город джаз, город блюз, город рок-ролл Город зимных миражей и танцующих дождей Пусть стоют небеса о любви моей Шуба-рюба! Попереги на пульварах, город за нашим мир Пусть стоят по тротуарам, везде на улице одни Эй, город, эй! Примяток не жалей, сколько их в танце форари Женщиныства, непонятные слова Это ты, мой город Паскар Дорогие друзья, сегодняшние посиделки Брожакты на Беррис-Гилден, которые будут последние в этом сезоне Открывает группа Браво, ее лидерин, гений Хафтан Эй, город, эй! Примяток не жалей, сколько их в танце форари Женщиныства, непонятные слова Это ты, мой город Паскар Это ты, мой город Паскар Это ты, мой город Паскар Шуба-рюба! Группа Браво, ее лидер Евгений Хафтан И неофициальный лидер Роберт Ленц Ну вот Давайте поаплодируем группе Браво Иначе они подумают, что мы не оценили Эти группы песни Ну, не надо так долго аплодировать Все-таки Это же группа Браво, а не бис Итак Знаете что, я подумал, раз уж мы на природе Хорошо бы взять сегодня для обсуждения темы Так или иначе связанные с летними отпусками С курортными городами Курортными городами В конце концов, смотрим Да И сегодня мы бы хотели прочитать не просто газеты Которые в изобилии водятся на нашем столе Обычно А региональные, милые, близкие Оренбургские пуховые журналы Вот, например Новая Ялта Экскурсоводы-разбойники Денег Рюкзака с личными вещами и мобильного телефона Лишился в результате разбойного нападения Почти в центре Олубки А центр Олубки и спальные районы не очень отличаются Вот смотрите По информации гость курортов Отдыхающий из Кировограда В поисках дороги на Ай-Петри Обратился за помощью к двум незнакомым молодым парням Олубкинцам Вы не могли бы мне показать дорогу? Живо откликнувшиеся экскурсоводы Провожали Кировоградца недолго Провожатые завели незадачливого туриста За ближайшее здание Олубкинская мэрия И угрожая предметом, похожим на револьвер Ну, там темно, там много предметов могут сойти за револьвер Любой холодный предмет Любой холодный Твердый холодный Любой твердый холодный Я тебе скажу, Саш, любой холодный предмет уже твердый Да И угрожая предметом, похожим на револьвер отобрали у него все маломальски ценное имущество. Правоохранитель располагает приметами преступников. Их розыск продолжается. Приметы какие? В руках предмет, похожий на револьвер. Половину Крыма загребут. У меня еще одна региональная газета. Называется она Прибой. Геленджикская городская газета Прибой. Видимо, в названии отражен способ, каким доставляется газета читателя. Сидишь второй на берегу моря и тут опа новости пришлите. И тут опа что пишет Прибой? Чудесное преображение крокодила. Да что ты. Дом по улице Свердлова 19. Пожалуйста. За зеленоватые шероховатые стены в народе в шутку называли крокодилом. Этот дом, да? Да. Но это было в прошлом. Сегодня на глазах Геленджичан Геленджичан это брать Джеки Ченови. На глазах Геленджичан происходит чудесное преображение. Выполнен капитальный ремонт кровли. Преобразился фасад. Оказывается, хорошие мастера способны творить чудеса. Какая интересная новость. Как и вся газета Прибой. Дело в том, что ты ее только что всю прочитал. Всю за все 10 лет. Саша, тебе и читайте следующую новость. А у меня новость из Москвы. А мы же не будем обсуждать газету Прибой. Люди старались. Что, Геленджик перекрашен. Видите, видимо, хотят подсидеть в Сочи с проведением Олимпиады. Сочи-то не готов еще до конца, а Геленджик весь готов к Олимпиаде. К летней. Я бы хотел сказать, что... К летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Готов Геленджик встретить. Я в том, что газета Геленджик... Таксисты уже выучили слово Это Трофалгар-скуэр. Брат. Тут я тебя прерву. Дело в том, что я разобрался с новостью... На съемке! Вот я говорил, не надо на открытом воздухе делать. Гарик, 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 Гарик. Гарик, Гарик. Да. Слушайте, это же Паша Воля. Это Пашка. Пашка Воля! Паша, уйди сюда. Вот это да. Здравствуйте. Привет. Девочки, я сейчас вернусь. Здравствуйте. С летом тебя. Здравствуйте. Страна, привет. Здравствуйте. Паша, привет. Паша, давай. Здравствуйте. Это Александр. Здорово. Ой-ой-ой. Какой красивый у тебя москвич. Спасибо большое. И то, что ты замаскировал его обвесом под Порш Каен, не обманешь нас. Да. Посмотрите, комментарии... Александр, я двигаюсь к вам. Продолжайте. Да, а если вместе вы еще подвинетесь, вы будете оба уже в воде, что развяжут там руки. Но у меня есть газета «Дмитровский вестник». Послушайте, что предлагает газета. Устрой себе супер лето, предлагает газета. Хочешь провести это лето так, чтобы оно было лучшим в твоей жизни? Я хочу. Тогда следуй этим советам, и времени на скуку у тебя просто не останется, пишет Юлия Ковтун. Я записываю. Сходи с друзьями в поход и обязательно изучи грибы. Обязательно. Обязательно. Это в газете написано. Да. Это, я думаю, уже грибы пишут. Обязательно изучи грибы. После этого, после этой строчки дальше все пишут грибы. Это все, весь рецепт? Нет, там еще много, послушай. Порадуйся теплому летнему дождику. А как? После изучения грибов можно радоваться любому дождику. Можно с дождиком подружиться и сходить с ним вместе в кино. Грибной дождик. Знаете, говорю. Послушай дальше. Езжай в зоопарк. Емкая фраза. Юлия Ковтун предлагает. Так. Как будто она лично меняет об отображении. Езжай в зоопарк. Дальше. Сходи на рыбалку. Это мне уже. Ну, хорошо. Ну, где-то до 7 июня занято уже, понимаешь? Вот все, время. А дальше. Любишь рисовать? Вдруг неожиданно спрашивает Юлия. Или нет? Заставая врасплох, потому что ты не ожидаешь. Ты уже в зоопарк, рыбалка, арбузы, дождь. Любишь рисовать? Как будто бы пытается тебя поддеть, Юлия. И, видимо, предполагая положительный ответ, отвечает. Всегда носи с собой ручку и карандаш. Тире. Вдохновение может прийти в любой момент. Конечно. Ложные опята такие. Именно поэтому они называются ложные. Потому что вдохновение подстерегает тебя в любом месте. Стоишь. Под теплым дождиком в зоопарк. Да. Послушайте дальше. И Юля полагает, что будет непросто некоторым. Поэтому она дает, как бы пытается предсказать будущее реальное. Пишет. Пускай мыльные пузыри. Все равно идет пена изо рта. Пускай. Ничего страшного. Пускай. Но дальше Юлия отвечает сама себе. Влюбись. Влюбись, Юля. А то тебе всю жизнь придется писать эти газеты. Друзья, у меня есть новость, которая меня лично шокирует. Басков поселился в вагончике. Ура, не я один. Николай Басков отправился в грандиозное турне по России на поезде в персональном вагоне, который больше напоминает фэшнебельный номер пятизвездочного отеля. Во-первых, этажностью. Смотри. Да. Семиэтажный вагон. Семиэтажный. Звездный паровоз. Так называли и самого Николая. Даже звездный паровоз. Надо запомнить просто с друзьями. Звездный паровоз. Да. Это вот надо сказать. Вот тут на самом деле, вот я подглядел, прошу прощения, сфонсирует вагон Николая Баскова, а центр технологий омоложения. Конечно. Николай задумывается об этом уже сейчас. И единственное, что будет напоминать Баскову о том, что он все-таки едет в поезде, это колеса. Так и написано. Так и написано. Видимо, так работает центр омоложения. Давай, танцуй, Николай, молодись. Давай. Нет, выпей, Николай. Теперь тебе пятнадцать. А представляешь себе, вот смотри, золотой голос России, Николай. У него золотой поезд. Нет, во-первых, куда едет этот поезд, Турнер? По золотому кольцу России. Во Владивосток. Золотой поезд. Золотой вагон. Золотая проводница, как называют ее стоматологи некоторые. Проводница никто иная, как... Как иная. Работник РЖД Монсеррат К. Да, это первый раз, когда пришлось специальный дверец. Вынимать и вставлять других. Это специальный вагон-кабриолет. И сверху проводницу кладут в поезд и... В Суздаль. Я вот хотел путешествовать, как Николай, конечно. Паш. В поезде. Мы не случайно приглашаем к нам не сколько человека, который любит и умеет шутить, сколько музыканта. Это про вас. Нет. Нет, Паша, это про тебя. Друзья, Паш, мы бы хотели выразить мнение меньшинства. Спой. У меня что-то ни фанерки нет, ни голоса. Ни голоса. Вот это не останавливало многих, не остановит и тебя. Мы попросим Пашу на месте. Надо определить... Паша сейчас будет придумывать... Да, но надо ему определить тему. Нет, это подстава. Паш, на какую тему? Я предлагаю единственную для меня возможную тему, это я. И мои друзья. Ребята, сейчас будет импровизация, поэтому... А какая будет песня, мелодия или что? Давай мы будем играть песню, которую мы любим. Ну, про то, что видишь, как... Ой-ой-ой-ой-ой. Можно похлопить, если не стякаться. Ага, ага. Это рэп сейчас будет, фристайл настоящий. Еще раз представлюсь, я Павел Воля. Попробую рассказать, чем доволен и недоволен. Я конкретно в этой программе заодно передам привет моей маме. Четыре человека. Беррис Филтон, пухлый, нерусский, нерусский и хитрый. Попробую теперь подробно и как-нибудь без мата принято. Александр Цикало. Говорит мало, но от этого меньше Саши в кадре не стало. Лучше уж просто сиденье, чем весь дуэт КБР Академия. Друзья, Александр помогает ребятам своей шуткой в самые сложные моменты. Поэтому это за свои аплодисменты. Аплодисменты! Алик-то же мало. Хочем, чтобы было больше, а не мало. К сожалению, не присутствует с нами Светлаков Сережа. Этот парень, в отличие от них, всех русский. И это у него написано на рожи. Светлаков мне лично давний друг и большой товарищ. Но только носит труселя красные и любит какого-то там Михалыча. Несмотря на то, что с нами Сергея, нет сейчас в этом моменте Сергею Светлакову виртуально аплодисменты. Ургант Ваня разговаривает и шутит. Вообще всех быстрее Сомневаюсь, что человека Прет исключительно от Актимэля Ваня очень хороший музыкант На гитаре и вообще классный парень И судя по фамилии Ургант Он по-моему татарин Татарин, я угадал Дамы и господа Теперь уже собственно говоря Без всяких там звуков Ваши аплодисменты, ваши руки Специально для вас Аплодисменты Ивану Урган А вот так да Карик, наш парень Мартиросян, а значит из армян На эти слова должен встать И к телевизору подойти весь Ереван Дорогие армяне Подходите к телевизору очень-очень-очень Близко, рассказываю секрет У Гарика самая большая Среди армян с московской бракистской Ягода-малина Нас к себе молнила Ягода-малина Лина-малина Лина-малина ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это да! Вот это да! Вот как-то так! Спасибо! Как-то так! Павел за стол! Павел за стол! Иван за стол! Саша за стол! Саша на стол! СМЕХ СМЕХ Вань, ты заметил, что комары в основном на тебя летят? Ну, ребята, я обратил внимание, но... А какие это комары? Посмотри! СМЕХ Подожди-ка! Можно в другом месте? Мы вообще снимаем программу сейчас? Извините! Мы сейчас снимаем, возьмите свой мяч! Нет, давай мяч! А детская сборная, пожалуйста, там тренируйте! СМЕХ СМЕХ Саша, куда ты нас тренируешься? Ну, хорошо, ну что, вот покажите, что вы можете этим... Ты что? Раз, два, три, пять! Четыре, четыре, пять, шесть! Да я с этим... Я на первый канал с таким трюком устроился. У меня в минуте славы человек семь разбил, уже шесть! СМЕХ А у Саши... Слушайте, у вас знакомое лицо. Ну-ка, вот так вот сделайте. СМЕХ А! Это Андрей Арзан! СМЕХ СМЕХ Ребята! Вот это погарок! Андрей, привет! Вот, надо же как... А я не знал, что ты в Крылатском тренируешься! СМЕХ Спасибо! Вот смотрите, Дима... Раз, два, три, четыре, пять! На один меньше всего, чем у Аршавии! На один мяч! Меньше, чем у Аршавии! Андрей, присаживайтесь, мы вам подложили подушку. Может, я постоянно... А, можно ли я мячик, пожалуйста, киньте обратно? Киньте! Гус! Спасибо! Видишь, уже понимает по-русски! Не разговаривает, но понимает. Андрей, мы тебя приветствуем! Спасибо, что ты здесь тренировался рядом! Вы извините, конечно, просто... Андрей, а ты когда появляешься, всегда столько насекомых? СМЕХ Потому что это, конечно... Какие это комары? Ты заметил? Я заметил. Арсенальские! Они не понимают... Вот смотри, пошли вот! Ты лично понимаешь? Гоу эуэй! Ну, один полетел. Андрей, ну, вообще, конечно, мы хотим еще раз, чтобы тебя поаплодировали, потому что ты человек, про которого... Вот у нас заканчивается первый сезон прожектора «Пэрис Хилден». Мы, ну, в каждом выпуске говорили про тебя. Ну, в кадре, конечно, не в каждом, но вне кадра. Все время. Как, Андрей? Что там? Сколько миллионов? У меня вопрос. Не может этого быть. Да ладно. Евро? Евро? Да. Фунты. Андрей, какой ногой вы забили те самые четыре гола? Обеими. Ты хочешь поцеловать эту ногу? Нет. А давайте не будем гадать, а выслушаем Андрея. Какой? Обеими. Да. А вот какой больше? Ты сейчас... По-моему, по два. По два мяча. Каждой ногой. Вот так. Каждой ногой. А посмотри, если у Андрея было шесть ног. Какой был бы счет? Представляете, если бы у Андрея было столько ног, сколько вот у тебя. Понял? Вон из футбольной сборной. Вон отсюда. Вот этот чай, друзья, сейчас ставил и первым, и вторым сразу, вот если посмотреть. Андрей, ну, поскольку мы знаем, что у тебя времени много, ты, я так понимаю, быстро прилетел, улетел, сейчас же напряженные. Летом идут тренировки? Нет, сейчас у меня отпуск. Нет, ты улетел, Андрей. У тебя очень напряженный график. Мы так догадались. Все, ты прилетел, улетел, все. Значит, у нас есть несколько новостей, которые мы очень хотим. Это новость про еврейские газеты Одесса. Это я просто для себя, чтобы настроение поднимал, положил. Я бы хотел попросить тебя прокомментировать вот какую новость. Сейчас я тебе скажу. Вот это новость. Анжелина, ты можешь рассказать про эту новость просто? Потому что ты ближе к Анжелине, чем мы. А откуда читать? Ты можешь читать со слова Анжелина. То есть конец статьи сразу. Сказала Анжелина. Андрей, пожалуйста, не будем тебя... Кстати, вот твой знаменитый жест, ты делай каждый... Анжелина Джоли или Джоли, спрашивает Андрей. Андрей, для человека с фамилией Аршайн вообще не важно, кто она. Назовем ее Никто. Назовем ее Анжелочкой. Никто собирается усыновить ребенка из Армении. Откуда? Анжелина Джоли собирается усыновить... Ты скажи, ребенка. Я дам Гарику шанс. А Джоли усыновит Арменина. Серьезно, что ли? Можно ознакомиться с прескурантом? Возможно, и я поеду в Лондон, Андрей. На более выгодных условиях. Какие там... Сколько? 30 миллионов, да? Ну, извините. Сколько? Сколько живет людей? Есть сигареты у кого-нибудь? Слушайте, я первый раз в жизни пожалел, что я не Арменин. Первый раз. Анжелина Джоли усыновит Арменина. Процесс усыновления на сей раз может быть легким. Поскольку в Армении меньше бюрократии. Именно поэтому актриса остановила свой выбор на армянском малыше. Дошло, значит, твое письмо, Гарик, да, Анжелина? А я-то думаю, это прозвища армянского малыша уже не служит. В отсюда. Вань, ты знаешь, ситуация вот в чем. Андрей Аршавин. Мы все, кстати, Андрей, действительно следили за этими трансферными перипетиями зимой. И мы искренне всем коллективам считаем, что можно было взять в два раза больше. А то и в три. Не двух Аршавиных. И сидел бы ты сейчас, Андрей, не в Найке, а как я, в Роберто Кавалли. И ездил бы ты, Андрей, не на каком-то Rolls-Royce Phantom, или что там, а на золотом поезде. Со своей проводницей. Со своей оперной певицей и центром собственного омножения. У тебя есть с собой телефон? Да. Дай мне, пожалуйста, я сейчас за две секунды договорюсь. Вот такая же фраза прозвучала в Алубке однажды. Дай телефон. Есть деньги на счету? Да, это лишний вопрос. Сейчас я позвоню, договорюсь за две секунды, как надо договариваться. У Гаррика серьезная связь, куда-то звонит он. Ну-ка. Пронто, бонасера, синьор Берлускони, телефон. О! А, си. А, туалетто? А, аспектно. Сейчас секунду. Гарик, ему 73, это не секунда. Синьор Берлускони, си. А, окей. Еще в туалете, судя по этой фразе. А, 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 анэддотто. Си, а, 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 х VideoWireWry Comprare un bellissimo colchoplayer. Сессанта миллиони евро. Сессанта миллиони. Два миллиона предлагает, согласен? Сессанта – это два миллиона? Это я не знал. Вань, ты не знаешь 60 минус 2? Сколько миллионов? Не согласен он! Дай-ка я позвоню. У меня есть другой телефон. Я... Саш, у тебя есть тоже вот в книжке. Сейчас я позвоню. Я в Англию буду звонить. Hello? Yes, hi. It's projector Paris Hilden Speck. Yes, 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 sir. Yes, sir. Это кому ты звонишь? Алексу Фергенсону. Yes, sir. Yes, yes, yeah, yeah, we're talking about Andrea Hilden, yeah. What about, what about 250 thousand million pounds? Сейчас, сейчас пошел тоже в туалет вместе. У меня тоже связи за границей, да, я сейчас тоже позвоню. Hello? Hello, Петро! Дуреньки были, как вы там? Динамо при Карпатте, команда. Hello! Как бизнес? Как оно? Ну, а у меня есть один парень, для твоей команды. Такий парабок румьяный моторный, такий бегает, стрибает, такий. Ох, такий парень. Андрей! 60 миллионов евро! А, ну пробачь. Хоккейная команда оказалась. Ребят, я просто, пока вы тут разговаривали с кем-то, я смсился все время. Андрей, я поздравляю, мы договорились. Мы с тобой едем, вот мне пришел ответ, в Ярославль. Отличный стадион, 20 тысяч человек, битком, все твои фанаты, едем в Ярославль. Насколько я знаю, в Ярославле шинник. А в Ярославле у тебя сольник. Сольник, 20 тысяч человек, все с плакатами Аршавин, все. Ты выходишь, берешь гитару, изумительный вечер. Но потом, это еще не все. Тут вот пришло два концерта в Самаре, Новосибирск, потом цирк, в августе Геленджик, Анапа, Сочи. Знаете, сколько денег мы подняли? 60 миллионов. Осенью запишем дуэт с Викой Дайнека. Пойдет. Все попадет. Андрей, я попрошу тебя после этой мизансцены, которая общим словом называется зависть. Попроси тебя прочитать вот эту новость, которая, мне кажется, достаточно острым клином вбилась в наш список новостей. Первый автомат по продаже золотых слитков начал действовать на железнодорожном вокзале немецкого Франкфурта. Не успел я. Автомат компании Gold Supermarkt продает одну 5-10-граммовую слитки металла. Хорошо читает Андрей. Слушай, где новость? А, для тебя это не новость. Ну, конечно. Дело в том, что ты единственный из нас, кто... Автомат по выдаче слитков стоит у Андрея давно в подъезде уже. С 2006 года. Кстати, Андрей, мы знаем, что у тебя есть друзья в команде, в арсенале. Ты же дружишь с Ады Байором? Ады Байор же франкоязычный. Да. А ты русскоязычный. А как вы общаетесь действительно? Как там происходит все? Ну, учил я английский, а оказалось, что нужно было учить французский. Поэтому сижу и слушаю французский в раздевалке. Ну, фраза в раздевалке, пардон, она всегда понятна. Пардон, месье. Просто очень странно, да? Когда поднимаешь мыло в душе или что? Нет. Андрей, 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 никогда не... Лучше ходить грязным, Андрей. Не надо. Я предлагаю сделать вот что. Так как Андрею действительно тяжело, как и любому из нас было бы тяжело в Лондоне, кроме Паши... С такими деньгами, конечно. Да. Предлагаю спеть песню на английском языке, чтобы знания, которые впитал в себя Андрей во время занятий, он выплеснул в виде английских фраз. Поехали. Давайте пойдем спать песню. Да, пойдемте. Андрей Арчавин. Андрей. Микрофон покажите тогда. А где мой микрофон? Вот он. А, Андрей, нужно будет петь «На-на-на-на-на». То есть то, что тебе говорили кассиры Арсенала. На-на-на-на-на-на. А-а-а- largest модель в Beauty. ПЕСНЯ Ждем новых побед, Андрей. Спасибо, что пришел. Спасибо. Ждем новых побед, Андрей. И я уверен, сборная России по футболу дойдет до финальной... Дойдет до стадиона и сыграет. Я сказал бы тебе «браво» сейчас, Гарик. А лучше? А лучше сказал бы не «браво», а сказал тебе «хофтан». Потому что «хофтан» в переводе с древнего языка означает «заходи, Женя». Евгений Хофтан сегодня на... Евгений Хофтан сегодня наоборот. ПЕРИТ КИЛТОН Женя, привет! Евгений Хофтан, привет! Человек, который пишет самую жизнерадостную музыку на свете. Серьезно? Пишет серьезно? Да. Евгений. Потому что музыка настолько жизнерадостная, Жень. Я удивлен, что песни твои не поет Николай Басков, потому что он самый жизнерадостный певец. У тебя самая жизнерадостная музыка. Вместе с «Золотой вагоном» туда. Давайте, Жень, про новости нам расскажешь, про какие-нибудь? Жень, пожалуйста. Машина разберется кто сколько и с кем. Неплохо. Так Женя пишет музыку, так же жизнерадостная. Король «Оранжевое лето», «Зеревая лада» и «Вальчуга». Ра-та-та-та-та-та-та-та-та! Вся новость! Давайте я за вас прочитаю, а вы будете открывать рот и закрывать, а потом мы склеим. Читай, комары прибывают. Машина разберется кто сколько и с кем. В числе новинок автомобильный ключ зажигания, смонтированный в него алкотестером. Неплохо было бы такой ключ иметь каждому российскому автомобилю, высказал пожелание Сергей Кужегетович Шойгу. Вот, смотрите, как интересно. Значит, получается ключ. Давайте, я так понимаю, что подходит человек к машине. Ключ зажигания? Нет, во-первых, идея очень хорошая. С этой идеей мы будем бороться с теми, кто... Будем бороться с теми, кто бьет нас. Предлагаю у артистов вести, если ты поешь фальшиво, у меня током бьет микрофон. Фальшиво поешь, током бьет микрофон. Вопрос, какой заряд? Посередине заряд. Потому что многие, я знаю, некоторые артисты могут не почувствовать. Слишком тяжелые губы. И в составе нет ничего проводящего электричества. Да. Ведь ботекс это даже не полупроводник. Полупроводник это Монсеррат Кабалье, который на половину... На улице. Пользуясь случаем, что у нас в гостях... Евгений, я бы хотел спросить то, что интересует меня долгие годы. С солистами сначала были... Женщины. Ну, я имею в виду женщина. Потом мужчина. Нет, сначала мужчина. Ты эту логику сейчас хочешь проследить? Кто дальше? На кого пойдет выбор? На кого укажет перст Хафтана? Да. Говори. Может быть, кого-то из нас четверых, Евгений, вы выберете новым солистом группы Браво. Потому что во время первого номера, когда вы пели, я видел, как ты смотрел на Роберта Ленца. И видел, что под ним качается сцена. Нет, в будущем... Я предлагаю устроить кастинг. Я согласен. Проверим сейчас в деле вас. Возможно? Прямо сейчас. Я споем? Подождите, ну вот... Слушай, Вань, давай я скажу то, что хочу сказать. Год, ровно год прожектор Перис Хилтон собирается в разных составах. Что за этот год мы сказали друг другу? Мы не сказали самого главного. Все в мире меняется. Уходят и приходят президенты. В Америке, конечно. Да. Это тут не поспорится. Уходят и приходят футбольные команды. Побеждают и проигрывают разные спортсмены. Одно остается неизменным. То, что мы ни разу не сказали в своей программе. Мы не сказали друг другу. Я люблю тебя, Гарик. Ну, слава богу, пронесло. Вот на этом, я думаю, мы можем заканчивать первый сезон прожектора Перис Хилтона. Наконец-то. И закончим мы его, конечно, самыми жизнерадостными аккордами и самыми жизнерадостными словами. Король оранжевое лето! АПЛОДИСМЕНТЫ Да, сегодня группа «Браво» выступает в расширенном составе «Кулэн Джези». И прожектор Перис Хилтон «Король оранжевое лето». Поехали! Король оранжевое лето берет гитару в руки он и целый день поет куплеты. Он дарит девушкам цветы, он дарит песни и улыбки, и вот до самой темноты мотает солнечные нитки. Король оранжевое лето, голубоглазый мальчукар, фонтаны ультрафиолета включают в небе по утрам. В своем зеленом сюртуке и в парусиновых ботинках С горой подарков в рюкзаке, а он первый гость на вечеринках. Любви и радости полны, сердца поют и веселятся, А ночью радужные сны с небес спускаются и снятся. Король оранжевое лето, голубоглазый мальчукар, фонтаны ультрафиолета включают в небе по утрам. Король оранжевое лето, голубоглазый мальчукар, Фонтаны ультрафиолета включают в небе по утрам. Король оранжевое лето, голубоглазый мальчукар, фонтаны ультрафиолета включают в небе по утрам. Пока, ребята. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ